Совсем не обязательно делать мега сложные трюки. Что такое у нас ровные линии? Как проверить, чего не хватает вам в исполнении? Не хватает каких-то данных? То сейчас мы с вами разберем поэтапно каждый момент. Всем привет и добро пожаловать на канал Студия Танцев на пилоне Let's Fly. Меня зовут Мария Алексюк, и сегодня мы будем говорить с вами о чистоте заходов, выходов, про стопочки, про коленочки. В общем, ваша любимая тема. Почему вы не можете выиграть эти гребанные соревнования когда вы делаете все самые сложные трюки? Почему тренер постоянно бросается в вас с кубиком и кричит «Выровни стопы, выровни колени». Если честно, я иногда думаю, что я заведу попугая, и он вместо меня замечательно сможет проводить тренировки, просто выучив одну фразу «Выровни стопы и колени». Я сама серебряный призер чемпионата Украины по правилам поза. Технически сильная спортсменка. Серьезно? Технически сильная спортсменка? Ребята, это была просто ровная рогатка. Поэтому обратите внимание на свое исполнение. Это очень важно. Чем лучше будет исполнение, тем более высоко будет оценен ваш номер. Совсем не обязательно делать мега сложные трюки. Если это будет чисто, обычному зрителю это будет смотреть намного приятнее, чем сложные элементы с грязными заходами, сходами и расслабленными ногами. Итак, сегодня именно об этом. О чистоте исполнения. Итак, когда мы говорим о чистоте исполнения, что мы имеем в виду? Это ровные линии. Что такое у нас ровные линии? Это ровные коленки и натянутая стопа. Видно? А также руки. Вот такие руки, вот такие руки. Это тоже плохо. Это не ровная линия. Рука должна выходить хорошо. И это самая большая проблема по у дейтера. Руки, с которыми мы вообще не работаем. Они у нас только держатся за палку. О чем еще стоит поговорить, когда мы говорим о чистоте исполнения? Это заходы и исходы с пилоном. Мы всегда уделяем этому мало времени, особенно если мы не ставим номер, не готовимся к чемпионатам, а просто хотим сделать фоточку, то заходы у нас будут максимально кривые и такие же у нас будут исходы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Элемент не считается выполненным, если вы в него ровно не зашли и ровно с него не сошли на пол. То есть элемент выполнен, когда вы уже отошли под пилоном. Усвоен. Отлично. Мои любимые ошибочки. Это когда мы переворачиваемся в рогатку, кладем обязательно ногу на руку под колено и после этого делаем второй зацеп. Это смотрится максимально убого, поэтому постарайтесь этого не делать. Второй момент. Когда мы переставляем руки по 10 раз, это тоже очень некрасиво смотрите, поэтому обратите на это внимание. Как проверить, чего не хватает вам в исполнении? Ставим телефон, снимаем видео, критически оцениваем. Получилось ли у вас так же, как у той девочки в инстаграме? Если нет, обратите внимание на такие факторы, как стопы, колени, заходы, сходы, руки. Итак, почему же у вас не получается сделать красиво? На это есть две причины. Первая. Не хватает физических данных. И вторая причина. Недостаток концентрации. Давайте подумаем сразу, что делать с концентрацией. Правильно. Сконцентрироваться. Сконцентрируйтесь на выполнении. Думайте про то, что вы делаете. Напрягите ноги. Контролируйте свои руки. Контролируйте каждое движение. Мой личный лайфхак. Проговаривайте каждое движение, которое вы делаете. Снимайте обязательно все на видео, чтобы видеть свои ошибки. И тогда вы будете понимать, почему вам нужно сконцентрироваться. Ну, а если вам не хватает физической силы, не хватает каких-то данных, то сейчас мы с вами разберем поэтапно каждый момент. И начнем мы, пожалуй, та-да-да-дам, с любимой темы. Стопы. Стопы. Любимая тема. Ну, все привыкли считать, что вот это вот красивая, натянутая стопа. А теперь давайте посмотрим, какие еще есть варианты натяжения стопы. Вот так вот. Стопа натянута. Вот так вот. Это тоже, кстати, натянутая стопа, но не вся, да, а только подъемы. Натянуты только пальцы. И вот так вот, кстати, тоже это может быть натянутая стопа, обратите внимание, да. Только она немного посоладит. Итак. А вот это вот стопы расслаблены. Все привыкли видеть, что стопа должна быть немного подвернута с вот таким вот горбиком. Это считается красивая, натянутая стопа. Да? Иногда, когда мы делаем хореографию, мы можем сделать стопу флекс. Это тоже натянутая стопа. Point. Флекс. И сейчас давайте разберемся, что делать с вот такой вот стопой, да. Это моя любимая тема. Косолапая стопа. И хорошая новость. Ее можно исправить в любом возрасте. То есть вытянуть стопой в нормальное положение можно в любом возрасте. Возможно, горбик вот такой у вас не получится, но нормальная натянутая стопа у вас будет где-то вот в таком положении. Это будет хорошо. Для полденса отлично. Итак, что мы делаем с косолапой стопой? Что такое косолапая стопа? Это не что иное, как неправильная привычка напрягать мышцы на стопе. Значит, это все поправимо. И как исправить? Контролировать напряжение. То есть, если у вас стопа вытягивает в сторону, вам нужно, мыслительным процессом своим, вытягивать в другую сторону. То есть, мизинец вытягивать в сторону и немного вытягивать вниз. Не сюда, а сюда. Понятно, да? Есть несколько упражнений, которые помогут вам контролировать стопу. Давайте с вами попробуем сделать. Допустим, вот мои косолапые стопы. Садимся мы на пол, пяточки соединяем и начинаем разводить мизинцы, мизинцы в сторону. Фиксируем это положение и замираем несколько секунд. После чего можно натянуть стопы в флекс и проделать то же упражнение, вытягиваясь мизинцами к полу. И натягиваем стопы. Давайте еще разберем несколько упражнений с пилотом. Они тоже очень крутые и помогут вам. Либо вы можете использовать стул как опору, ну, либо, конечно же, балетный станок. Итак, разберем упражнение для стоп. Становимся. Макушка вытягиваемся в потолок. Ноги в третьей позиции. Можно придержаться за пилот. Не болтаемся. Фиксируем корпус. После этого мы начинаем вытягивать ногу. Большим пальцем вперед и мизинец вытягиваем на себя немножко в сторону. Если вы косолапите стопу, то у вас, скорее всего, вот так не получится и будет разворачиваться бедро. Поэтому подворачиваем бедро, заворачиваем мизинец, пяточкой вытягиваемся вперед. Вот прям тут самое на вторую ногу. Положение стопы флекс. Если мы говорим о пулденсе и о том, когда мы не собираемся сократить стопу, но она почему-то сокращается, это тоже может быть ошибкой. Почему так происходит? Давайте сейчас мы посмотрим на ногу. Итак, когда мы натягиваем стопу на себя, у нас напрягается квадрицепс и выравнивается колено. Вот это у нас мышца разгибатель коленки. И, естественно, если нам нужно напрячь ногу для того, чтобы этой ногой держаться, мы сокращаем стопу. Что с этим делать? Первое. Напрягать ноги с натянутой стопой. Это вполне реально. Именно это мучает классическая хореография, поэтому она так полезна для пулденсеров. Итак, мы разобрали с вами косолапую стопу, стопу флекс. Какие еще могут быть вариации? Мои любимые расслабленные стопы. Вот совсем расслабленные стопы, расслабленные ноги. Здесь я вам одну дам волшебную таблетку. Напрягите ноги. Просто напрягите ноги. И все. Но есть разные вариации. Расслабленные пальцы. Когда нет привычки натягивать. Особенно часто это у детей встречается. И еще один вариант. Пальцы коршуна. Называется стопа попугая. Так вот. Со стопой попугая нужно работать следующим образом. Натягиваем. Держим. Все. Другой таблетки не будет. А у вас с расслабленными пальцами есть одно замечательное упражнение, которое я вам сейчас покажу. Берем волшебное средство. Это зарядка от моего телефона. Кладем. Зажимаем пальчиками. И натягиваем стопу. Все. Можно делать ровные рогатки. Приступаем к выполнению упражнений на пилоне. Вместе с веревкой. И главное. Не уронить. Вместо веревки также можно использовать карандаш. Но карандаш немножко тяжелее зажать всеми пальцами. Выровняй коленок. А теперь поговорим о твоих коленках. Почему они не выравниваются? Присохнутые колени особенно круто видно в силовых подъемах. Так почему же они сгибаются? Вариант первый. Тебе не хватает сил, чтобы подняться. А из школьной программы физики мы отлично помним, что чем меньше площадь поднимаемого предмета, тем легче его поднять. И второй вариант. Ты не думаешь про свои колени. И это плохо, потому что про них нужно думать. И напрягите, мать, вашу ногу. Перестаньте ее расслаблять. Потому что подсомнутая коленка чаще всего причина в том, что у вас расслаблен в адресе. Либо нет его. Поэтому мы его качаем и напрягаем ногу. Ну и если тебе нужно просто подумать про ноги, и они отлично напрягаются, поздравляю тебя, ты счастливчик. Идем делать ровные рогатки с напряженными ногами. Ну а если все никак не поднимается, тогда нужно искать причину, чем мы не можем поднять. И подкачать эту мышцу. Ну а теперь мы разберем несколько упражнений, которые помогают выровнять ноги. Садимся ровно на пол. Носки тянуть мы с вами уже умеем, чтобы они были не косолапые. Пятки вместе, мизинчики чуть в сторону подтягиваются. И начинаем напрягать ногу. Стараемся приподнять пятки от пола. Фиксируемся в этом положении. Пятки мы поднимаем за счет выровненного колена. Видно? Ну и когда судорога начинает сводить, лучше отпустить, конечно. И снова повторяем упражнение. Мы помним, как работая со стопами, мы напрягали квадрицепс и вытягивали пяточку. Теперь мы немножко усложним это упражнение и будем делать подъем ног. В натянутом состоянии. Пятку не кладем на пол. Устали? Отдохните. И повторяем упражнение. Также мы сейчас разберем несколько элементов классической хореографии возле пилона, которые тоже помогут вам выровнять колено с натянутым носком. И, скорее всего, у вас уже в одни вопрос. А сколько раз нужно делать это упражнение? И на этот вопрос у меня логического ответа нет. Единственное, что я вам скажу, что один – это лучше, чем ноль, а десять – лучше, чем один. Поэтому выбирать вам. Лучше вы сделаете хоть что-то, чем будете думать, о, боги, мне надо сделать еще 30 раз и вообще ничего не сделаете. А теперь пойдем разберем несколько упражнений с пилона. Упражнение на напряжение ноги, чтобы колено было ровное. Вытягиваем ногу, выворачиваем пяточку вперед и начинаем поднимать ногу. Фиксируем положение. Опускаем назад и к себе. Следим за тем, чтобы нога была напряжена. Можно сделать удержание и небольшие раскачивания. Не забывайте сделать упражнение на вторую ногу. В общем, для того, чтобы выровнять колени, натянуть стопы, вам отлично подойдет классическая хореография. Ссылочка на видео будет в описании. У нас был прямой эфир, где я давала классику на карантине. А для хорошей проработки стоп отлично подойдет видео с Дашенькой Скворцовой, которая тоже она снимала на карантине в виде прямого эфира работа со стопами. Ссылочка на это видео тоже будет в описании. Не ленитесь, работайте над собой. Все. Мне придется попрощаться. Надеюсь, это видео для вас будет очень полезным. Если это было так, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, какой из дефектов пулденсера для вас самый актуальный. С вами сегодня была Маша Алексюк. Увидимся с вами в следующих видео. Не забывайте подписываться на канал студии танца на пилоне Let's Fly, а также подпишитесь на наш инстаграм. Вот здесь вот будет текстовая ссылочка или ссылочка будет в описании под роликом. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok